Добрый день, дорогие мои. Собираю малину. У нас неожиданно взрыв малины. Хотя и в прошлом году было много, но у меня здесь вот на задворках старого сарая и между Нимыбаней самовыросла малина. Вкусная, полудикая и мне очень нравится. Собирать ее, конечно, не очень-то легко. Тут крапива выше малины, но, тем не менее, будут у нас сладкие плоды. Правда, мы стараемся все собрать для детишек своих и внуков своих, и их порадовать тем, чем у нас тут рождается. И это иногда приятней, чем сам. Кушаешь и сам что-то имеешь. Но беседа в малине среди крапивы моя о посте. Пост у нас сейчас идет и скоро закончится. И мы немножечко сегодня с матушкой обсуждали и разошлись в некоторых мнениях. То есть она утверждала, что пост, который она держит, для ее здоровья. Дело в том, что у нее была тяжелая операция лет десять, что ли, назад, при которой она даже умерла. Но наш друг Балдаев Алексей Александрович такой, врач замечательный, в Иваново спас ее. И мы ему благодарны, но в это же время понимаем, что здоровью ее был нанесен серьезный урон. И было удалено часть кишечника. Достаточно приличная часть кишечника. И вот матушки не благословили поститься никто, включая меня, который знает, что восполнять питание нужно больному организму больше, чем здоровому. Что пост это для здоровых людей. Он и был придуман как монашеская такая аскеза, чтобы излишнее здоровье из себя маленько убрать. И чтобы не возбуждаться, прежде всего, половой страстью. То есть вот монахам воздержание такое, оно было не столько предписано, как воздержание от еды для чего-то. А как способ спастись от искушений, половых искушений. Поэтому особо они так вот и напирали на это несение поста и тех, кто в монастыре его не соблюдал. В общем-то подозревали в том, что они еще и блудной страстью и половым возбешением страдают. Но здоровому-то человеку не всегда легко этот пост понести, если нет такого духовного, что ли, нацеленности на то, что вместе с телом спасается и твоя душа. А человеку больному, в данном случае, каким я считаю матушку, на мой взгляд, вообще нельзя поститься. И я ей не благословлял, она к другим священникам обращалась, они тоже не благословляли. И даже епископ городецкий, к которому мы с ним иногда ездим, и там исповедуем, спричащаемся, и он не благословил ей поститься. Потому что все считаем, что это вредит ее здоровью. Но она-то считает, что это здоровье ее не вредит, и она постится очень строго. Хотя, надо сказать, что в какой-то степени доказательства есть, что она права, поскольку обязанности своих домашних она не оставляет. Огород у нее кипит и пахнет, или как там все это называется. Ну, в общем, своим-то поведением она доказывает обратное, что, в общем-то, поститься, но это не в ущерб ее физическому состоянию. Вот. И тогда что? И тогда все-таки надо внимательно всем разобраться, пост это для здоровья, для тела или все-таки для души. Я сегодня специально еще раз достал всех святых, значит, их выражение о посте Иоанна Златоустого, Феофана Затворника, ну и всех остальных. И долго зачитывал матушке, что пост это прежде всего духовный подвиг, духовный подвиг, уверяя ее, что к пище он никак не относится. Но потихоньку читая, читая, я сам себя убедил в том, что и осуждать-то я за то, как она себя ведет в посте, точно так же не имея ее права, как и то, что она, может быть, не имеет права так поститься, как она постится. И кто из нас больше не прав в данном случае, я, желающий того, чтобы она имела здоровье через правильное и хорошее питание, или она, получающая его таким путем, встал вопрос, встал вопрос. То есть я-то ее при этом осуждаю, что она неправильно постится, она-то меня не осуждает, что я ее... Нет, она ропщет, конечно, она как сопротивляется, она начинает мне доводы приводить, она тоже много слышит, значит, профессор Осипова и всех остальных. И иногда высказывает мне доводы фразами этих святых же. Вот, в общем, я-то сейчас записываю вам беседу. Все-таки еще раз с убеждением, что главное в посте – это не осуждение друг друга. Вот, и если уж ты хочешь поститься, так пости сам, не трогай других, не смотри на них, а они постятся или нет. И там прекрасно говорит тот же Иоанн Златоустый, что некоторым поста нельзя держать, поскольку они, чуть-чуть приобретя в нем какой-то, значит, успех, сразу начинают собой гордиться, вот, себя ставить выше других и начинают осуждать других за то, что, вот, получается, у них нет поста. То есть, любое измерение, правильное измерение правильного поста заключается в том, осуждаете вы кого-то или нет. Вот, я вот так решил, что святые вот так сделали. То есть вы, постясь усердно, нашли себе уже врагов, тех, которые не постятся. Вы их уже уничижаете за то, что они не постятся? Или все-таки пост ведет и к вашему духовному совершенству, который в конечном итоге должен выглядеть как кротость, смирение, безгневение и безмятежность. Безмятежность. Вот, что такие главные качества постящегося. В начале-то поста мы там читаем, что смажь главу свою, значит, ну, получается, духами, одень одежды и лицо свое держи радостным, чтобы никто не думал, не видел разницы в тебе, постящимся ты или не постящимся. Но, тем не менее, конечно, надо все равно осознавать, что и пост может стать для человека губительным, если человек не осознает возможностей своего организма. То есть, все равно отношение к телу должно быть любовным, поскольку тело у нас как дар Божий для нас, для того, чтобы мы в этом мире воспитали душу. А когда тело становится нам врагом, с которым мы все время боремся, врагом, которого мы все время пытаемся уничижить, то мы просто глупые хозяева его переводить во враги, там, скажем, свою машину, особенно иномарочную такую, дорогую, никто же не будет. Все обвинят в ее неполадках, скажем, нерадивого слесаря или плохого ремонтника дорог и так далее. Сам-то никто не будет намеренно ее уничтожать еще каким-то образом. А тело, пожалуйста, мы намеренно, как и сладостями можем уничтожать, потому что, к сожалению, губит людей... А, нет, там написано, там поют, не пиво губит людей вода. Нет, губит людей чаще сладости, чем уничижение, уничтожение или посты. Но и постные мы знаем сейчас вот такое состояние, излишнее, как бы неправильное, которое называется по-научному анорексия. Оно тоже ищет обоснование себе в неких идеологиях, в том числе и в духовных. То есть нам, конечно, не показывают анорексичек, которые духовностью так были вовлечены и таким образом. Но я-то как священник знаю, что они встречаются. Иной раз такую битву приходится с кем-то проводить, вот с такими намерениями. А я считаю, это самоуничтожение. То есть это такая же форма самоубийства, как и пьянства. Только человек с другой стороны подходит к этому. И уговариваешь, уговариваешь. Нет, что ты. А святой сказал вот так. А этот, значит, праведник жил вот так. А Мария Египетская в пустыне вообще ничего не ела. И так далее. Услушайте, но если вы хотите, как Мария Египетская, так идите в пустыню. Вы-то живёте здесь среди людей, среди всех остальных, среди ближних своих, которые страдают за вас, когда вы с собой что-то такое делаете. Но особенно страдают, если у вас от этого ещё и зависят отношения с ними. То есть Феофан Затворник пишет, что пост тогда правильный, когда вы, значит, его держа, я так своими словами скажу, полностью выполняете все надобности окружающих, ближних ваших, с любовью и с терпением. И полностью, значит, находитесь при этом в радостном состоянии, благодушном состоянии, не раздражаетесь, не обижаете никого. Так я вам скажу так, конечно, вот многие мужчины не входят в храм, потому что начав вот эту постную, то есть религиозную жизнь, они столкнулись с тем, что жена начинает поститься и начинает им отказывать в своих женских отношениях. Вот, мужчины часто жалуются, что как это так? Нет, здесь недавняя женщина мне жаловалась, что у меня муж вот такой стал религиозный, значит, что я ему стало не нужно. Он все время постится, он все время, значит, там еще что-то обижает, что я в храм не иду, при этом, в общем, своих мужских как бы не выполняет. Это неправильно и с мужской стороны. У женщин такие же потребности. Если мужики некоторые говорят, ой, невозможно воздержаться, я там, это сверх моих сил, Бог дал такую, желательную, что ли, в деторождение силу, что удержаться нельзя, и я, ну, там всячески удовлетворяют. Извините меня, женщинам такая же сила дана. Интересно, что она там не всегда совпадает по возрасту, то есть сейчас вот физиологи говорят, что женщины чуть позже сейчас взрослеют, и в этом смысле, и у них желание появляется позже. Больше того, после первого ребенка некоторые становятся по-настоящему любвеобильные. В принципе, природой-то это нормально, это понятно, что природа хочет продолжение рода, и если оставить женщину без этих желаний, то продолжений-то не будет. а без этих желаний тоже многие остаются. Сейчас с другой стороны ученые говорят, что фригидность, то есть нежелание ничего наблюдается у 20% мужчин и у 30 с лишним процентов женщин. Им ничего не надо. Так вот, мы-то не об этом, об этом надо отдельно будет поговорить. Мы о том, что если ваш пост как-то ущемляет ближних, то есть им трудно готовить, например, вам, или им трудно без отношений каких-то с вами, вот, то он, конечно, не в пользу. Больше того, как-то мы разговаривали, рассуждали с одним, теперь епископом, что а как ты к этому? А он говорил, так это подвиг жены, если она в пост ложится по желанию мужа. Вот как и мужа, который по желанию жены делает то, что нужно в пост. Я-то как-то вам рассказывал смешные случаи, как я в пост в чужих людях неправильно себя вел. не стал у них кушать, что нужно. Это вообще не разговор. Это вообще надо навсегда забыть, что где-то в каких-то гостях, которые вы пришли, вас в пост как-то неправильно накормят. Либо вы не понимаете, что вы значит не имеете права к ним претензии предъявлять, чем они вы кормят. Либо вы себя считаете таким, как Бог. Я пришел к вам в дом, кормите меня, чем мне положено, что я хочу, а не что у вас есть. В общем, я думаю, что просто лучше не ходить в такие гости, где вы думаете, что вас там отравят пищей непостной. Поэтому об этом даже разговоров быть не должно. Но если воспринять это еще и как подвиг, что вы пришли, слышно, тоже нехорошо, да? Как-то я сейчас загнул в эту сторону, что о, я на подвиг пошел, есть их пищу. Да, боже мой, они едят каждый день эту пищу, и это у них не подвиг, а просто питание. Нет, поменьше. В пост нужно думать о питании. Как пишет Иоанн Златоуст, что пост это пища не только для тела, но и пища для души. И надо о пище для души в пост подумать. А пища для души в пост это добрые дела, это любовь к Богу, это духовное отношение ко всему окружающему, молитва. Вот что в пост должно сопровождать душу и ее питать, питать, о чем мы очень часто забываем. Так, друзья, как я рад, у меня тут набралась малинка с беседами с вами и побеседовали и дело сделали. отец отец отец